Добрый вечер! Столичные подробности готовы рассказать о том, что сегодня происходило рядом с вами, но возможно осталось незамеченным. В студии Ирина Хануни-Крамбальская. Движение по инерции. Необычная авария произошла сегодня на Лобанка. Во время движения прицеп отделился от КамАЗа, грузовик стал неуправляемым и экстренно остановился уже на островке безопасности. По пути фура снесла светофоры и дорожные знаки. В результате происшествия никто не пострадал. Усматривается вина водителя, так как он во время движения и эксплуатации транспортного средства должен следить за технически исправным состоянием данного транспортного средства. Ответственность будет внести водитель за нарушение пункта правил 9.3. Материальный ущерб будет возмещать страховая компания и организация. Какие улицы стоит объехать, кто может стать звездой района и что делать, если дворники обходят подъезд стороной, знает наш дежурный по городу Алина Змачинская. Смена маршрутов, дорожные работы вносят изменения в движение общественного транспорта. На участке проспекта Рокоссовского от Плеханова до Маленина сейчас укладывают асфальтное покрытие. Контактные сети также сменят вектор. Временное неудобство для горожан вскоре обернутся шикарной улицей с множеством новых парковочных мест. Пока же троллейбусы будут двигаться в объезд. Для комфорта пассажиров организован дополнительно автобусный маршрут «Серебрянка» площадь Ванеева. Дорогу ж не сделаешь так, чтобы без этого было. Конечно же, надо потерпеть. Меня всегда устраивают, езжу и все нормально. Нодержек нету, даже не замечаю, что делается дорога. Стань звездой Жрэва Первомайского района объявила конкурс на лучшее благоустройство. Заявки принимаются как от отдельных горожан, так и от целых домов. Со своими предложениями по улучшению ландшафтного дизайна и колировке подъездов можно обращаться в обслуживающие жессы. Нарисовать на лестничной клетке картину, высадить деревья, оформить балкон. Для всех идей эксплуатирующая организация выделит краски и инвентарь. Победители станут известны на день города. Фотографии лучшего благоустройства вывесят на сайте Мингородсполкома. Для души нужно, чтобы все отдыхали, как у себя, ну, как вам сказать, у красоты посидели. Борьба за чистоту у Минчани сетуют на уборку в подъездах. И хоть повышенная загрязненность отдельных дворов в дело рук самих Минчан, жалоб на мастеров по комплексной уборке все больше. Там всегда бумажки воняют еще, когда вхожу в подъезд на первом этаже. Теперь на грязь в подъездах бдительные жильцы смогут не только сообщить по телефону, но и контролировать процесс через интернет. Специальная комиссия будет поставлять оценки уборщикам. Поставить свои баллы можно на сайтах районных ЖРЭО. Ваше видео, факты и звонок могут стать поводом для сюжета. Пишите на наш сайте tv.by в разделе форум. Звоните по телефону гречей линии 1 600 700. И помните, нам важны подробности. Горячий сезон для дорожников, знак стоп для водителей. Капитальный ремонт в эти выходные развернется на улице Городецкой. Объехать в воскресенье придется участок Гинтовта до Шафарнянской. Изменится маршрут автобуса номер 99. Пассажиры смогут воспользоваться своими проездными в троллейбусах номер 2 и 56. Молодежь из Германии, Италии и Беларуси сошлась в творческом диалоге. В стенах ратуши 30 участников международного образовательного проекта поделились впечатлениями от двухнедельного пребывания в лагере «Лидер». За это время студенты и школьники провели мини-реконструкцию. Прилегающие к комплексу территории подготовили ее к установке игровой площадки. К слову, необычные идеи поколения «Некст» во всех смыслах не имели границ и стали хорошим подарком для молодежных групп. Самым ярким впечатлением от проекта стала совместная работа в интернациальных группах. У нас была очень сплоченная команда, и все вместе мы старались придумать что-то интересное, что поможет сохранить дары природы в естественном виде. Мы с удовольствием создавали своими руками что-то полезное, не используя вредных материалов. Суть проекта состоит в том, чтобы установить диалог между молодежью разных стран. И ведь они не просто общаются друг с другом, но и придумывают что-то практически полезное. Да и как же приятно наблюдать за тем, как эти креативные молодые люди подходят к решению общих вопросов. Сколько энтузиазма и необычных идей. Нас радует, что проект рассчитан на три года и что продолжение следует. От громкого аккорда к учебным будням торжества, посвященные Дню Знаний, пройдут в столице субботу, 1 сентября. А к занятиям ученики приступят уже в понедельник. В этот день состоятся патриотические уроки. Я гражданин Республики Беларусь и я минчанин. Школьники и педагоги встретятся с представителями исполнительной и законодательной власти, деятелями искусства и спортсменами. Первые уроки я гражданин Республики Беларусь и я минчанин. Будут они проводиться у нас кроме учреждений образования, и еще в учреждениях культуры и других учреждениях, таких как и в палате представителей, и в Верховном суде, и в Конституционном суде, и в Национальной библиотеке, и на Минске арене. К радости столичных автомобилистов в центре Минска возведут еще один паркинг. Он все-таки появится на Октябрьской площади. Здесь временный приют получит более 600 автомобилей. Четырехуровневый паркинг будет соединен с подземным центром, а въезд в него предполагается организовать со стороны Энгельса. К строительству приступят в 2014 году. Принятие решения о строительстве паркинга под площадью Октябрьской продиктовано, конечно, острым дефицитом парковочных мест в центральной части города. Разработка документации практически завершена. В 2013 году мы планируем пройти согласование и экспертизу, и в 2014 году, после проведения чемпионата мира по хоккею, начать строительство. Лето напоминает о себе. Теплая погода наконец возвращается, но зонт все же пригодится. Об изменчивом настроении небесной канцелярии узнаем у главного специалиста по прогнозам Дмитрия Рябова. После длительного периода прохладной и дождевой погоды в нашу столицу наконец-то в выходные дни вернется по-настоящему летняя и теплая погода. Температура воздуха в субботу составит ночью плюс 12-14, днем 20-22 градуса. При этом ночью без существенных осадков, днем, возможно, небольшой кратковременный дождь. А в воскресенье ночью плюс 14-16, днем 23-25 градусов. При этом ожидается без осадков. В начале следующей недели такая же теплая погода сохранится. Желаю всем отлично провести выходные, позитивное настроение, удачи и берегите себя. Летнее настроение не покидает город и его жителей. Наш пятничный опрос мы по традиции посвятили планам меньчан на выходные. Планирую на дачу поехать, наверное, в ближайшие субботы, наверное, на воскресенье. Так мы с друзьями где-то отдохнем. Поедем на рыбалку, сходим, съездим в лес. На даче огород, помидоры, огурцы, лук, чеснок и все остальное. А к брату еду? Закатывать огурцы, помогать внуку делать ремонт в квартире. Квартиру искать. Студент я. Покатаюсь на велосипеде. На футбол пойду. Пойду на озеро купаться. Поедем на дачу, будем отдыхать. Погоду вроде обещают нормальную. Так что недельку была погода плохая, холодно было. А сейчас я думаю, что поедем отдохнем хорошо. Новые городские подробности в понедельник в это же время. В студии новостей, которая всегда рядом, работала Ирина Хануни-Крамбальская. Хороших выходных и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова